Всего за несколько месяцев для этих обладателей почтенных лет слова «электронная почта», «ссылка», «поисковой ресурс» в буквальном смысле стали как родные. Сегодня они с удовольствием постигают компьютерную грамоту, с каждым занятием пополняя свой багаж знаний новой полезной информацией. Для этого с представителями элегантного возраста в рамках проекта сети «Все возрасты покорны» работают педагоги-волонтеры. Специально для своеобразных студентов курса была разработана типовая программа и создан учебник, по которому и проходят занятия. В нем все расписано буквально до мелочей, начиная от необходимых кликов мышью и заканчивая скриншотами, наглядными картинками экрана с подробными комментариями. Интересный и весьма гармоничный процесс обучения помогает разобраться пожилым людям в большом потоке интернет-информации, количество которой подсчитать сегодня весьма сложно. Уже подсчитано, что сейчас в сетях интернет гораздо больше информации, чем во всех библиотеках мира вместе взятых. Это очень большой потенциал информационный. И если молодое поколение уже знакомо с глобальной сетью интернет, давно знакомо и считает, что знает все об интернете, то люди в возрасте, пожилые люди, пенсионеры, конечно, не всегда все знают. Иногда некоторые даже не могут включить компьютер. Три дня в неделю образовательный зал собирает в своих стенах по восемь слушателей. Занятия здесь начинаются рано утром, пока городская библиотека имени Пушкина еще закрыта для своих читателей. Среди студентов курса и Наталья Ваврушевич. Вместе с подругой они посещают занятия регулярно. До курсов некоторые навыки использования интернета были, однако хотелось их расширить. Дети часто уезжают из города, а поддерживать связь можно только с помощью скайпа. Кроме того, Наталья Николаевна интересуется дачными новинками, которые в сети появляются регулярно. Применению знаний сегодня хоть отбавляй. Чтобы и общаться, чтобы можно было, когда дети уезжают, входить в скайп с ними, общаться. Ну, в общем, и интернет сегодня – это, ну, как сказать, передовые технологии. Методика курса учитывает потребности и социально-психологические особенности людей зрелого возраста и предусматривает передачу навыков от опытных пользователей начинающим. Занятия у этой группы слушателей будут проходить до февраля. А у тех, кто хотел поучаствовать в образовательной инициативе, но по каким-то причинам от идеи пришлось отказаться, еще есть шанс повысить свой уровень интернет-грамотности. Проект сети «Все возрасты по корме» долгосрочный. Впереди еще много интересных лекций и практических занятий.